Таджикистанские власти заявили о новой грандиозной национальной стратегии развития Таджикистана до 2030 года стоимостью 118,1 млрд долларов. Об этом заявил 1 ноября в Нижней Палате Парламента министр экономического развития и торговли Таджикистана Нигматулло Хекматулло Зада. Как сообщил министр, реализация данной стратегии даст возможность решить приоритетные задачи, а именно достижение энергетической независимости, выход из транспортной изоляции и обеспечение продовольственной безопасности. По словам Хекматулло Зады, уже к 2025 году будут реализованы два из трех проектов, а к 2030 году будут реализованы все три проекта стратегии развития Таджикистана. Также он заявил, что в результате полной реализации данной стратегии страна получит объем производства электроэнергии увеличится с нынешних 17 млрд кВт час до 45 млрд кВт час. Уровень бедности в стране сократится в два раза. По итогам прошлого года этот показатель составлял 30%. Средний уровень жизни увеличится с нынешних 22% до 50%. На вопрос об источниках финансирования данной стратегии он ответил, что проекты можно реализовать за счет государственного финансирования частного сектора, а также за счет получения кредитов и грантов. Примечательно, что очередная национальная стратегия таджикских властей выглядит еще более фантастической, чем предыдущая, так как годовой бюджет страны составляет всего около 2,5-3 млрд долларов, или около 2% от суммы, необходимой для реализации так называемой новой национальной стратегии. Так, например, в 2015 году страна получила гуманитарную помощь от 42 стран на сумму 45 млн долларов. В 2015 году для выполнения бюджета власти Таджикистана попросили у Азиатского банка развития 60 млн долларов, из которых 54 млн долларов в качестве грантов, а остальные в кредит. И также параллельно они просили у Евросоюза кредит в размере 6 млн евро. Все это говорит о невозможности реализации национальной стратегии, и подобное заведомо ложное обещание дается режимам с целью обнадежить народ, дабы удержать власть в своих руках. То есть кризисная экономическая ситуация, способная вылиться в народные протесты, вызывает серьезную озабоченность у режима Рахмона.